МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите выпуски. Не дать осужденному замкнуться в себе. Член общественной палаты России Александр Воронцов в Биробиджане посетил воспитательную колонию и СИЗО, а также провел семинар для членов областной ОНК. Когда интересы и дела общие, лучший ТОС Биробиджана наградили по итогам 2023 года. Учиться писать красиво казачатам Биробиджанской школы номер 8 предложили заняться каллиграфией. В областном управлении Федеральной службы исполнения наказаний прошел обучающий семинар для кандидатов в новый состав Общественной наблюдательной комиссии ЕАО. Провел его первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Воронцов, который накануне посетил еврейскую автономию. В этом году в ЕАО будет сформирован новый пятый состав Общественной наблюдательной комиссии, в который войдут как действующие, так и новые лица. На семинаре члены комиссии и кандидаты обсудили последние изменения в законодательстве, вопросы взаимодействия с надзорными и правоохранительными органами. Александр Воронцов подчеркнул, что во время визитов в исправительные учреждения прежде всего важен личный диалог с людьми, которые там содержатся. Мы выявляем эту проблему не в условиях содержания, которые в большинстве случаев уже решены, ну или там решаются, а личные бытовые проблемы, которые их ждут может быть по выходу. Проблемы, которые возникли при попадании, это и пенсионные вопросы, и социальные, и жилищные, и труда. Их много-много-много, но если мы их не спросим и не попытаемся помочь, то, наверное, человек как-то замыкается в себе, он пытается что-то сделать, и появляется некая озлобленность. После семинара Александр Воронцов вместе с председателем Общественной наблюдательной комиссии ЕАО и правозащитниками отправились в воспитательную колонию и в следственный изолятор. В одном из режимных корпусов СИЗО они посетили женские камеры, пообщались с теми, кто там содержится. Не обошли стороной и камеры для несовершеннолетних, поговорили об условиях содержания и обучения. Здесь же в корпусе находится учебный класс для проведения занятий с подследственными школьного возраста. В отношении сотрудников и спецконтингентов, так называемых, лиц содержащихся, он действительно, оно в соответствии с нормой закона, вежливое, уважительное. Видно, что лица, находящиеся в учреждениях, знают и руководство управления, и с нами сегодня работают два уполномоченных по правам человека, по правам ребенка, представители общественной наблюдательной комиссии. Эти люди узнаваемы. Это говорит о том, что их посещение в учреждениях имеет достаточно системный характер. В работе общественной наблюдательной комиссии важно не только количество посещений подследственных и осужденных, но и их качество. Для этого было принято решение включить в состав комиссии опытного психолога. Ведь попадая по тем или иным причинам в исправительное учреждение, особенно впервые, человек испытывает сильнейший стресс и даже страх. Необходимо с ним проводить работу. Да, пенитенциарные учреждения проводят работу. У них есть психологи штатные. Но иногда просто хочется поговорить. И вот для этого мы хотим привлечь психолога, чтобы он, используя различные методики, помогал человеку снять вот этот болевой стресс, наверное, вот нахождение в таком учреждении. Еще в одном корпусе камеры скорее напоминают комнаты. Есть отдельная столовая. Это помещение так называемого хозотряда. Здесь содержатся осужденные, которые отбывают наказание в следственном изоляторе, выполняя ту или иную работу. Попадают сюда те, кто твердо встал на путь исправления. После посещения двух учреждений и разговора как с осужденными, так и с сотрудниками, Александр Воронцов отметил, что между областной службой исполнения наказаний и общественной наблюдательной комиссии ЕАО есть конструктивное взаимодействие. Все это должно способствовать исправлению и социальной адаптации осужденных после освобождения. Никита Натапов, Кирилл Богаченко, Новости 21. Актив территориального общественного самоуправления чествовали в мэрии Биробиджана. Отметив высокую инициативность ТОС на территории областного центра глава города Максим Семенов вручил награды победителям смотра конкурса ЕАО «Территория активных граждан», которому дал старт губернатор Ростислав Гальдштейн в 2023 году. На новом этапе конкурс планируют расширить буквально до балконов и полисадников. Губернатор высоко оценивает вашу работу, он ее видит. Мы пытаемся эту работу с Галиней Константиновной транслировать и приземлить на весь регион. И, конечно же, если видно эффективность того или иного инструмента, механизма, конечно, его надо поддерживать и развивать. И на сегодняшний день Ростислав Эрстович нашел возможность 40 миллионов областных денежных средств положить в грантовую поддержку именно НКО. И 15 миллионов еще удалось привлечь федеральных денежных средств. Глава города вручил дипломы и сертификаты участникам, которые стали лучшими в конкурсе по благоустройству дворов многоквартирных домов в городе. Двоих тосовцев поблагодарили за лучшие усадьбы в области. Активисты продолжают поддерживать традиции, ежегодно украшая двор к новогодним праздникам в рамках конкурса «Елка нашего двора». С победой в нем поздравили 18 участников. Также получили подарки и юбиляры. А вновь избранные председатели уличных комитетов забрали свои удостоверения. «Реализуются партийные проекты Школы грамотного потребителя МКД. И мы с Удов Владимировым в тесном сотрудничестве мероприятие с вами реализуем. Поэтому хотелось бы получить и благодарственные письма партии, и благодарственные письма депутатов городской дуны». Важную работу проделывают общественники и для военных в зоне специальной операции. За помощь участникам и их семьям Антон Болтов поблагодарил представителей групп, помощников фронту. К ним присоединились и воспитанники детских садов, которые помогали готовить сухие супы для бойцов. Участники встречи также выразили надежду на еще более активное вовлечение граждан в работу территориального общественного самоуправления. Екатерина Кувалдина, Богдан Патри, Новости, 21. Азы каллиграфии начали постигать учащиеся профильного казачьего класса средней биробиджанской школы номер 8. Проект запустили совместно с воскресной школой Свято-Никольского казачьего храма. Первое занятие вызвало неподдельный интерес у пятиклассников. Внимательно слушая учителя, они робко пытались выводить свои первые линии. Уроки продолжатся и в дальнейшем, и педагоги уверены, что уже совсем скоро дети начнут писать пером не хуже, чем шариковой ручкой. Развитие каллиграфии, оно позволяет сформировать многие психологические процессы ребенка. Когда ребенок выводит буквы, он мыслит, под каким наклоном, как сделать нажим. И мыслительная деятельность развивается. А также у детей формируется дисциплина. Ровный почерк – это ровная дисциплина. При письме пером отрабатывается усидчивость, вдумчивость. Нужно быть достаточно внимательным, чтобы не оставить свежими чернилами разводов или пятен. Техника письма несколько отличается от использования шариковой ручки. Начинают работать некоторые дополнительные мышцы. Во время писания пером дополнительные мышцы, потому что нужно здесь нажимать, опускать. То есть, как бы, помимо того, что ты ручкой пишешь обычно шариковой, да, ты напрягаешь кисть, пальцы, да, как бы, а здесь тебе нужно нажим еще делать. Нажим. Она немножечко по-другому. Шариковая ручка, она по листу бумаги скользит. Вот. А перо, оно немножко как бы царапает такое. И нужно усиливать мышцы, руку, да, чтобы провести линию, какой-то завиток сделать. Кроме техники письма, занятия носят и образовательный характер. Для упражнения ребятам предложили написать несколько казачьих пословиц, которые предварительно разобрали. Так детям напомнили об общепринятых нормах поведения и житейских мудростях, об уважении к старшим, важности воспитания, преемственности культуры и обычаев. Андрей Кирюшин, Денис Листюхин, Новости 21. Смотрите далее. Здоровье – главная составляющая долгой жизни. Ежегодная зимняя оздоровительная кампания проходит в детских садах Биробиджана. В Китай за пять минут между китайским Тунзианом и российским селом Нижнеленинским открыто движение по понтонному мосту. Спортивная эстафета в рамках зимней оздоровительной кампании прошла в детском саду номер 15. Встречи местного отделения Союза пенсионеров России с воспитанниками сада «Березка» проходят уже более 10 лет. Для участников провела разминку медсестра, а после физкультурных упражнений в гости явилась противница здорового образа жизни – Капризуля, которая стала еще одним героем веселой спортивной программы «Ко дню здоровья». Ребята не хотели болеть и выбрали сторону медсестры. А для этого они соревновались в гонке на лыжах, метко бросали снежки, а клюшками забивали мячи в хоккейные ворота. Это практически встреча дедушек, бабушек с внуками. И вот каждая такая встреча, которая проходит в формате спортивно-интеллектуальной игры, вызывает ощущение восхищение у обеих сторон. Вы знаете, мне кажется, что такое общение воспитывает уважение к старшему поколению, а это в семье очень важно. В течение года у биробиджанцев почтенного возраста проходит немало встреч с дошкольниками. И цель очередной – приобщение всех поколений к здоровому образу жизни, развитие в детях упорства и желание к правильным активным занятиям. Важно донести детсадовцам, что здоровье – главная составляющая долгой жизни. Екатерина Кувалдина, Денис Листюхин. Новости 21. Между китайским Тунцзяном и российским селом Нижнеленинским официально открылся понтонный мост. Добраться по нему через реку Амур или по китайски Хейлудзян можно всего за пять минут. Протяженность моста – 628 метров. Он состоит из 23 понтонов. Временный мост возвели в дополнение к железнодорожному, чтобы увеличить пропускную способность пограничного перехода. Тунцзян является единственным в Китае пунктом пропуска, связанным с Россией сразу тремя видами транспортного сообщения – железнодорожным, автомобильным и водным, что позволяет обеспечивать круглогодичное бесперебойное движение. Никита Натапов по материалам CGTN. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok